добрый день добрый вечер вас не видно что-то вы куда-то ушли и посередине сядьте чтобы видно было скажите как вас по отчеству повторите я хотел вам задать вопрос я много читал ваших лекций смотрел ваши видеозаписи с вами вот и меня как-то беспокоит один вопрос о мощах вы говорите что как бы мощи нужно с честью перезахоронить вот и мне вот это вот интересуется вопрос вот я приезжаю в белгород собор преображенский там мощи святителя и асафа и вот почему-то мне ваша фраза всегда крутится что как бы мощи нужно с честью перезахоронить а как а что там на место них тогда будет как мы без мощей будем вот перезахоронить я не говорил никогда я говорил вернуть их в прах похоронить перезахоронить не говорила а в нужном месте человек из праха из земли тонкого слова из перси его после смерти он должен снова разлагается на те же химические элементы не по никуда его не не надо больше это бог сказал еще человеку когда в раю был бог его еще не изгнал и все если мы верующие 12 главный эталон то это что бог сказал святой библии я еще сказал то это не мои слова это бог сказал я вас понимаю но мне вот интересно что я все-таки вот думаю кручу этой мысли а киево-печерскую лавру тогда там же что же там около 300 счет мощей вот и их тоже нужно получать это уже другой вопрос выставил вопрос о мощах я вам ответил теперь когда закончим говорить я внизу скину вам материал о мощах что говорит библия что говорят жития святых а жития святых это библию заменяла для православных 900 лет 1173 жития в 12 томах и ни одного нету ни одного кто бы сказал я разрешаю резать меня ну да это запрещали я их все вам выставлю я знаю поиск и святогорица запретил чтобы его могилу вскрывали еще дальше спрашивать я говорю с большой честью собрать с патриархом положил положено месте бог это требует не я а если на нарушение а какая разница монастырь или ты что перед богом вся земля горит меньше порошинки а то это монастырь я хотел спросить а почему у вас там какая-то фигурка стоит а не фотография да я не знаю дело в том что плохо разбираюсь в интернете попростите что у поставить чтобы стояла я обычно не знаю с людьми которые называют тут у меня такой аватар там они зачем так мы христиане вы линию даже не ладно больно бритый дождь не брейтесь ставьте с бородой потому что у православных все иконы христос апостол пороки все с бородами а вы на нашем сайте бываете на сайте у меня на второй странице там видео и на первой странице на первое главное книга открыта крестного православия и там только ткнете и сразу открывается оглавление обрадобрите прочитайте хорошо спасибо господи да спасибо большое я не буду вас отвлекать и не сколько мы только закончили занятия свободен парни вас вопрос есть вот это вопрос о мощах был и еще же там в храмах есть антиминцы туда же тоже мощные зашивали мы выражаем мысль заложено священном писании у нас антиминс также никуда он не денется так и будет но мы должны сказать будут гортане слушатели не будут но пусть горит знает был среди их пророк мы не пророка пророческий глаз несем это святая библия так говорит у нас такой же антиминс также поклоняемся иконы все так же но я должен сказать потому что я проповедник я бог просто избрал и дал мне слово и я его несу игнатий тихонович а тут вот простите меня я не хочу ни в коем случае с вами спорить я полностью с вами согласен и я вас люблю я вас приветствую и молюсь за вас чтобы господь вам помогал во всем вот единственное что вы видите вот как вы говорите что никто из святых не говорил чтобы резали там мощи их на кусочки да но ведь все равно же получается что в антиминс это нужны частички это все пришло позже господь говорит а вначале когда подошли к нему и к иисусу христу и стали говорить а моисея заповедовала разводное давать это вначале было не так по вашему жестокосердию написано что храмы строить на к на мощах мучеников вот пускай они найдут мученика тела его и погребут больше ничего не надо наличие святого тела не обязательно они же не крошить его в чашу то она там же лежит она может быть понижена два метра и там похоронен мученик не часть целиком пожалуйста это можно это можно так и было вначале то потом отначали как андрей кураев говорит нанотехнологии уже занялись каждом доме что были всех 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 это язычество самое неприкрытое язычество вот я убью его дикари съем его сердце и буду такой же храбрый как он но не так же живой бог между моим и богом стоят апостол я молюсь зачем теперь мне другое то искать мертвое оставьте мертвецам хоронить мертвых хоронить это ты уже мертвецом будешь а тут выкапывать даже про это христос не говорил это вообще все кощунство но я говорю но ничего ты к этому не делаю а вот я сейчас приду в белгород и подойдете я подойду поклонюсь и поцелую хорошо и мать этих ночи еще один вопрос у меня короче бабушка православная верующая но я не знаю она где-то ходила по святым местам она умерла и было 105 лет вот и она принесла такой треугольничек маленький деревянный и там написано святые мощи святые мощи бессеребренника кость мы что с ними делать лава кричи их священнику и пойдите отдать его все пускай не разбирается у нас одной сестры она звонит мне и говорит у меня икона замиротащила что делать а мы за этим не гоняемся в соседний храм отнеси и все кончилось потому что иконах миротащивых была создана специальная комиссия по благословению патриарха алексея второго там были профессора академики биологи химики все сопредседателя экономцев и анархимандрит и павел флоренский директор геологического университета и они говорят не демоны ли над нами издеваются потому что проделки нечистая сила они могут быть такие же а мы голову ломаем на чем я никогда не к этому не прилагался совершенно номера защиты ну и что из этого а там там топ-то пояс то благодатный огонь а ян златоуз говорит а я не нуждаюсь чудесах у меня вера есть вера конечно иудея требует чудес а елены ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого 1 корица в 18 ну я думаю вы правы конечно может быть начинающим маленьким начинающим только и нужны конечно чудеса для нас уже хотя бы как-то утвердившихся и уверовавших можно это не должны на самом деле внимание обращать я тоже возмущен когда привезли пояс и был поезд ой акафист поясу как будто он живой или может конца нету это монахи греческие они торгаши они торговали табаком еще во времена алексея михайловича и он говорил их даже тогда было рвать ноздри кто нюхает табак их ссылали соболей ловить то есть сибирь вот и все оттуда все греки и сейчас чемоданами везут кости то машинами наверно и сколько всяких подделок конца нету да зачем же это нужно мы сами дали это и он зато узкать если бы кривляхом этим артистам ибо них не давали денег они вы перестали кривляться ему и жить не на что пошел бы копать землю со мной вместе там совершенно верно все больше у меня вопросов нет спасибо вам большое слава богом удачи во всем спасибо господи благодарю во славу божию вот так как его сергей четверяков не будет она нет не дается но и все на этом сегодня день богатый сергей четверяков